так дорогие друзья всем привет сейчас немножко дадим света мой нет мои родные всем привет чуть я забыл то сегодня очередной кулинарный шедевр вчера был нет позавчера был твой дом и увидел рыбный фарш конечно можно было купить самому рыбу сделать фарш но у меня кстати сломано еще во время пандемии по моему сломалась у меня мясорубка я все хотел поехать сдать и так нифига не сдал и в общем нет у меня мясорубки и прокрутить фарш я не могу поэтому я купил два вида рыбного фарша не удивляйтесь как всегда много но это пойдет и папе еще может быть кому-нибудь там минтай и треска конечно же залез в интернет не в тик ток и в ю тубе нашел рецепт собственно тут нечего выдумать единственное что я обратил на это внимание я говорю что рецепт приготовления рыбных котлет как сказать ничего выдающегося так сказать тоже там ну что станут стандартно единственное что я увидел лук добавить жареный это там один блогер очень известный кулинарный прям делал именно акцент на этом что лук нужно чуть-чуть поджарить гиткой дает такую сочность и аромат ну я решил попробовать почему мне тоже бы не придать сочности и аромата я его слегка сейчас обжарю уже наверно достаточно на минуточку на кокосовом масле вот такой покупаю в вкус вилле и там кстати у него по рецепту сливочное масло и подсолнечное два мешает не они по сливочному кстати но думаю ну кокосовое не вреднее наоборот полезнее и сейчас я это все размельчитель и фарш я приготовил у меня есть панировочные сухари я буду на сухарях так сказать делать там он нам в муке чуть-чуть делает а я что-то захотелось хрустящей корочки так вот такой получился у меня фарш немножко зелени там добавил какой-то там оставшийся я их сейчас на сковородочке то при жарю чтобы они меня были румяные а доводить буду в духовке вот так я хочу сделать сегодня я первый раз и делаю рыбные котлет если что вот такие вот котлетушки аккуратно перевернуть почти у меня ровные вот прям почти с этим тоже всегда большая проблема главное чтобы не прилипали сильно какие сестрички и вот уже готовые на плате так друзья мои мои родные эти самые сестрички отправляем в духовку на 15 минут по-моему получается неплохо единственное что конечно не очень-очень нежные но рыбные всегда такие мне кажется нет ну вроде держит форму красавицы так все и мы эти тоже передержать нельзя боже какие красавицы куколки просто балетницы не нормально держит форму хорошо прихватились прям духовочки еще остынутый сейчас продегустируем а завтра пойду папе угощать ему ну что остыли чуть-чуть а это уже бежит паразит где-то касатик вот и здесь мой малыш нет ты рыбу не любишь ты забыл ну так то конечно вот прям все красиво выглядит осталось попробовать пересолил что ли чуть-чуть прям вот прям блин ну но но вкусные вот это самое главное смотрите а почему же пересолил там потому что лук солил отдельно и солил фарш отдельно тош ты меня за икай сейчас сделаешь паразит нельзя тебе такое иди сюда ну и столько чуть-чуть на горячо а что выпрыгнула у тебя там да горячо хочется много паразита ты прям как я хочет их горячо вываливать назад а я предупреждал не чавкай за столом сидишь люди смотрят все но ребят чё хочу сказать получились чуть-чуть не сильно пересолены есть можно гарнир иначе надо не соленый нежненькие первый раз делаю рыбное поэтому ставлю себе сам оценку конечно нужно 4 с плюсом но поставлю 5 с минусом только за то что чуть-чуть пересолим пол балла снимем тоже не начинает все друзьям наверно видео короткое поэтому я чего-нибудь еще под сниму сюда не переключайтесь я выключаю чтобы включиться вы не переключаетесь вчера андрей не успел прислать видео как костюм мнется ткань сейчас сюда вставлю посмотрите пожалуйста ну вот собственно костюм вот этот из новой ткани да она внутри конечно же такая говорю гораздо лучше уже не облазит но вот сам он как-то макс постирал его несколько раз и вот если честно то эта ткань вот она вот ее сжимаешь вот так это мятая сразу становится и и вот он какой-то такой подведи какой сопливенький общем вот ну и вот это как-то не нормально что вот он ты вот раз вот так и он какой-то мятый выглядит как какая-то тряпка вот тряпка в общем господи мои хорошие мои родные что я могу сказать помнить эту баночку что это от нее так что кашляю не могу понять для чистки ковров вот вы знаете я вот здесь почистил уже вот все потому чуть-чуть еще мне это и ну вот у меня были как вам сказать такие пятна вот здесь это вот она еще не не высохла который знаете их ну то ли это какой-то заляпа на чем-то но вот нету их вот реально их нету вот так вот напшикать она сейчас все впитается нужно подержать а потом щеточкой вот такой вот чуть-чуть потру и все ну вот типа вот такого пятна это не пятно блин в общем не знаю чем-то капнул там она уже впитана его нельзя не вычистить ничем здесь у меня все чистенько и он прям знаете как свеженький как новенький какой-то потому что у меня кто-то спрашивал про это поэтому я конечно вам это рекомендую чуть-чуть он должен постоять питаться примерно как машину моете пенкой раз 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 только что-то я от него химия какая-то покашливаю но не видать а так она и есть а звук то какой а вообще как вы считаете не пора ли мне поменять диван с креслом что-то уже почти два года не меняю для моих новых подписчиков мало ли кто не в курсе у меня есть одна болезнь одна из ну это зависимость я считаю она неизлечимая вот на самом ли не одна такая болезнь несколько но одна из них это диванная зависимость мне нужно периодически менять диван чтобы понимали в этой квартире я живу сейчас скажу 6 8 лет в этом году будет 8 лет и было по моему около семи диванов вот такое было и кожаные были всякие разные были и временные были не временные шли столько не было по удобству конечно это самый удобный у него еще идут большие подушки на самом деле вот что ставится вот она одна стоит они просто их много вот там но они неудобные потому что съедается пол дивана за счет этих больших подушек я их убрал и постелил свои валяюсь неудобно вот как считаете мои мои родные кто в курсе этой зависимости не пора ли нам боже какой позор боже мой люди увидят скажет что такое лежит у него там вот просто вообще прямо свежает чистит и как новенький может кто-то купить хочет раз он как новенький вот так вот подушечку сюда поставим и завтра в школу не пойдем раз пошла такая пьянка то я и пуфик почищу она маленький уже не хватит честно говоря вот этой штучки на там прям остатки вот хватило на диван на кресло и вот на это можно было конечно поэкономнее но я не из тех людей которые любят экономию да мам часто мне это мне об этом говорила не люблю я вот особенно вот здесь то что иногда бывает приленет лапку поднимет пусть питается вы все-таки она какая-то это химия вот смотрите норд ленд активные для чистки ковров вот смотрите оно впиталось просто хорошенечко трете потому что вот в этих дырочках там у меня тоже какие-то ляпы киноляпы совсем другой вид я полы подметовый мою посуду боже стираю готовлю убираю кому ж такое чудо в перьях достанется то ой не знаю девочки ой не знаю мои родные ну за на вот такие вот какие-то точечки вот 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 остались надо купить еще раз повторить пройтись вот там на диване я два раз сделал два раза чистил она помогала со второго раза пусть таки прям въевшиеся у него прям он его освежил а то уже такой был короче я понял надо еще одну купить сейчас пройдусь прям точечно остатки есть тут какие-то точечно пройдусь добью уже все остатки может начало это хватит а ё-моё господи боже мой вот видите здесь какие пятна вот такие вот вот сейчас кто-то с каждого болта двинуть да обои вот такой вот я свинотарь вот друзья со второго раза он как новенький круто вообще и вот здесь и тоже еще второй раз хватило представляете короче одной баночки вот всю мебель почистить кресло два пуфика по два раза потому что с первого раза не уходит некоторые пятна слушайте ну меня не остановить мне еще хватило на два стула тоже мягких они потому что тоже оставляют желать лучшего но здесь еще ничего тем более два активно используется так что вот кстати хорошие стулья знаете вот уже на иными лет пять хов магазин покупал не расшатываются ничего очень добротно я бы сказал по девять тысяч покупал как сейчас помню вот кстати про подорожание как подорожала вот это вот стиральный порошок жидкий это же просто ужас вот по нему я точно заметил сразу повышение цен такая бытовуха у меня все как вы любите иногда ну ладно на самом деле уже все стираю готовлю убираю заканчивается спасибо всем за внимание всех обнял приподнял поцеловался сделал постараюсь на выходных сделать прямой ночной эфир может быть не начну я такой все таки поздний вечерний последний раз конечно это был прям такое с часу почти до трех да не почти а два часа шло все ребят всех люблю целую мои родные хорошие пока пока бриться срочно бриться надо вице в в